Прививки Мы, друзья, с вами говорили о прививках и боимся о том, что население будут вакцинировать, вакцинировать насильственными методами, об этом много идет разговоров, но это не везде, друзья. Конечно, каждая страна будет решать по-своему, как ей обходиться со своим населением. И это, друзья, как будет обходиться с вами страна, зависит также от вас, от самих жителей. И здесь уже не нужно кивать на кого-то, что там где-то кто-то принял одно решение, а вот в вашей стране принимается другое, и от вас ничего не зависит. Вероятно, если лидеры, ваши лидеры, которым вы доверяете, подумают и примут какие-то решения, и, возможно, какие-то шаги сделают, то в таком случае, возможно, вакцинирование населения принудительное будет отменено, потому что иначе, конечно, оно будет происходить, вакцинирование населения. Но вакцина, неизвестно, как она действует на организм, она может и повредить организм. И вот Федеральное собрание Швейцарии большинством голосов приняло закон о моратории на вакцинацию граждан сроком на 5 лет. То есть Швейцария решила сначала подождать, как эти вакцины подействуют на других, в других странах, других жителей. Зачем свою страну подвергать риску тому, что еще неизвестно? А вот в течение 5 лет это все проявится. И видите, какие умные правители в Швейцарии. Поэтому они живут так, по-швейцарски. Как говорится в тексте документа, прививки от кори, скарлатины, коклюша, ветряного оспа и гриппа могут нанести серьезный вред здоровью, а также послужить внедрению через инъекции инородных организмов тела человека, подвергая его опасности. Речь идет обо всех прививках. По мнению экспертов, на столь радикальные меры депутаты пошли после протестов в Кантоне Лугана. Кантон Лугана заявил протест. И там выступили всего 10 матерей, утверждавших, что после прививок их дети потеряли качество, присущее им ранее. Стали менее внимательными, непослушными, в отдельных случаях агрессивными. Поддержку мораторию оказали и представители швейцарского духовенства. А российское духовенство может оказать поддержку своему народу? Я думаю, что об этом нужно спросить напрямую духовенство. Прививка – это не просто укол. Это метка дьявола, через которую сатана вводит свой код в человеческий организм. Так заявил отец Эскобар. В соответствии с принятым решением, в стране будет прекращено условное преследование родителей, арестованных за отказ делать прививки детям. Все медицинские препараты, предназначавшиеся для инъекций, будут переданы странам Африки. Вот видите, как распоряжается здоровьем своего населения Швейцария. Самая лучшая страна в мире. Да, потому она и лучшая. Потому что вот так она относится к своему населению. И там были перегибы, и там были недочеты в Швейцарии, я имею в виду. Но, друзья, когда-то ведь нужно на эту тему задуматься. Если прививки, друзья, вредные, то их лучше не делать, если вы понимаете, что они вредные. Я старалась избегать делать прививки своим детям. Какие-то все равно пришлось делать. Я не могу сказать, что я якобы не сделала своим детям никаких прививок. Но старалась избегать всякими разными методами, друзья. Я не сделала своим детям всех прививок. Дети здоровы. Дети вообще здоровы. Ну а в довершение я расскажу свой эпизод из своей жизни. Когда мне еще на Чукотке, наша Чукотка, поселок Шахтерский, Анадырского района, Магаданской области, Привет тебе, сожженный поселок, которого нет уже на карте земли. Так вот, поселок Шахтерский, из амбулатории приходили медсестры. К нам домой пришла медсестра, я помню, Пурга. Часов, наверное, уже 7 вечера было, 19. Пурга, а она пришла. Пришла сделать мне прививку. Вы можете себе представить, какой чести я удостоилась, что ко мне на дом пришла медсестра делать прививку. Да она ни к кому не ходила делать эту прививку. По домам не ходили. А мне такую вот честь оказали. А мне-то было всего, друзья, ну 7 лет, может быть, 8. Честно сказать, я не помню своего возраста, зная, что я была очень маленькой девочкой в это время. И вот когда пришла медсестра, у нас на Чукотке была маленькая квартирка. Ну вот так мою маму засунули из, скажем, Москвы, московского быта, и папу из его большого дома под Благовещенском. Вот они оказались в таких стесненных условиях. Это маленькая квартирка, которая находилась у лица Почтовая, 14. Это был мой дом. Папа строил его своими руками, между прочим. И мы, дети, бегали туда, ходили с мамой и смотрели. Вот это будущий наш дом. Так вот мне оказали великую честь и прислали почему-то медсестру на дом. Я не знаю, чем я вызвала такое вот к себе великое отношение. Однако же пришла медсестра. Что я сделала, друзья? Я не люблю прививок. Я понимала, что это вредно. Я понимала, что ничего хорошего эти прививки мне не принесут. И я старалась их избегать сама. Хотя мама моя в силу того, что была воспитана в предвоенное время, когда сажали всех вокруг. Это 37-е годы, 40-е годы, да? Потом это война. И потом после войны голод в стране был. Страшно было жить, друзья. Конечно, вот это все подчинение государственной машине, оно было у каждого в крови. Поэтому вы не осуждаете своих дедушек, бабушек, родителей. Это была машина, которая как трактором ехала по человеческим жизням и заставляла все делать так, как нужно. Как и нужно, как завещал великий Ленин и великий Сталин. И вот как они приказывали, так это все и делалось. Так вот, медсестра пришла делать. А я, чтобы избежать прививки, я спряталась от нее. Ну вот если у нас всего одна комната, кухня большая и вторая комната. Я спряталась в этой комнате, но так спряталась, что меня никто не мог найти. Сначала мама сама искала меня по комнате. И комната-то небольшая. Она меня искала по комнате и не могла найти. Конечно, моя сестра и не поверила. Она тоже вошла в комнату и тоже меня искала. И тоже не могла поверить сама себе, что она не может ребенка найти в одной единственной комнате. Они, конечно, обшарили каждый уголок, но меня там они не нашли. Я растворилась. Я растворилась в воздухе. Я сделалась невидимой. Это вот что может сделать сильное детское сознание, чтобы его не взяли на вредоносную прививку. Мне было, друзья, я вам говорю, 7 или 8 лет. И чтобы мне не сделали эту вредоносную прививку, я растворилась в эфире. Я надела на себя шапку-невидимку. И таким образом меня не нашли. Меня не нашла ни медсестра, меня не нашла ни мама. Они сидели долго-долго, еще пытались искать, заходили снова в комнату. Меня они не могли найти. Мама говорила, да ладно уж, Таня, брось, выходи. Но я же понимала, детский ум понимал, что прививку делать нельзя. Я ее так и не сделала, друзья, никогда. Конечно, медсестра посидела на кухне, попила с мамой чай и ушла. А меня в доме не было. Она не смогла меня найти. Я не знаю, какой она давала отчет, потому что не могла ребенка найти в доме. Я не знаю, что она сказала. Но эту прививку я никогда не делала, друзья. Вот что значит ум ребенка, который знает и понимает, что это нельзя делать. Это нельзя просто делать. Поэтому, когда ваш ребенок сопротивляется, когда ваш ребенок не хочет, не заставляйте его идти в школу, не заставляйте его делать. Пойдет в школу, машина собьет. Не заставляйте его делать то, что не хочет в этот день делать ребенок. Это должен быть для вас закон, друзья. Вы, как родители, должны понимать, не хочет ребенок. Все, забудьте. Не важно, что ничего не случилось. И слава Богу, слава предкам и роду вашему, что ничего не случилось с вашим ребенком. Но, когда ребенок сопротивляется, не заставляйте делать его ничего. Иначе это может закончиться катастрофой. Таким образом, я избежала многие прививки. Может быть, потому я такая умная, друзья. Все может быть. Но, во всяком случае, многих прививок я избежала. И теми болезнями, которые кто-то болел, после прививок, конечно, я ими не болела. Делайте выводы. Делайте выводы о том, что такое прививки и почему их нужно избегать. И я тоже так же своим детям, после того, как я избегала сама лично этих прививок, но мои родители не знали, что этого нельзя делать. Но воспитаны они были по-другому. Я даже никогда претензий своим родителям не предъявляла за это. И даже не подумала никогда что-то подумать плохое в этом свете. Но своим детям, когда я уже выросла взрослой, я старалась избегать по возможности прививок. Конечно, не все гладко, друзья. Не всех прививок я смогла избежать. Но вот такая у нас с вами судьбинушка. Мы люди Земли. Мы люди своей матрицы. А матрица она, ох, как не любит людей, которые ей сопротивляются. Нужно стричь всех ровненько-ровненько под гребеночку, чтобы все были одинаковые. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан.